Здравствуйте, меня зовут Денис Савельев, я гендиректор агентства Текстера. Женя Крюкова, которую вы очень хорошо все знаете, попросила меня рассказать о моих принципах ведения бизнеса. Давай я просто буду говорить, что хочу. Можно так? А ты сама потом сделай. Принцип номер один. Главное это люди. Фраза достаточно банальная, но на самом деле она совершенно точно определяет современный бизнес и не только B2B, не только интернет-маркетинговый бизнес. Бизнес в широком понимании. Я абсолютно уверен, что в 21 веке роль отдельного человека, отдельного специалиста возрастает. И с людьми нужно работать по-другому, по-новому, больше уделять внимание комфорту людей, больше уделять внимание нематериальным целям и ценностям. Принцип номер два. Всегда оценивай правильно текущую реальность. Я не так давно посмотрел интервью нашего гениального шахматиста Гарри Каспарова, который этот принцип применял успешно в шахматах и рассказал о том, что простая арифметика на шахматной доске не работает. Всегда нужно оценивать ее с точки зрения позиции, понимать, ход, который ты делаешь сейчас, он усиливает тебя, ослабляет. Это рискованный ход, это консервативный ход. Ты играешь в нападение, в защиту. Эти вопросы все нужно понимать, в том числе и в бизнесе. В какой стадии ты сейчас находишься? В стадии инвестирования, в стадии жесткой экономии, в стадии роста, либо вышел на плата. То есть в бизнесе этот принцип играет одну из ключевых ролей. И я думаю, что умение правильно, адекватно, релевантно оценивать реальность крайне важна для ведения успешного бизнеса. Пункт номер три. Всегда строить долгосрочные планы. Дело в том, что любой успешный бизнес, если его начать разбирать, будет зиждиться на нескольких вещах. Сильный лидер, уникальные бизнес-процессы, сильные люди, сильная команда и цель. Бизнес должен понимать, куда он идет, для чего он туда идет. И, как правило, материальные цели не могут действительно построить успешный бизнес. Цели должны быть какими-то другими. Но цель лучше всего все-таки сформировать четко, понятно, и она должна быть долгосрочной. Например, наша цель очень простая. Мы хотим стать самым крупным налогоплательщиком нашего городского округа. Принцип номер четыре. Всегда развивайся, всегда усиливай свою экспертизу. Этот принцип касается не только руководителя компании, но и каждого сотрудника. Нужно выстраивать такую систему, которая будет создавать условия для развития экспертизы каждого сотрудника. Учитывая, что мир наш очень быстро меняется, экспертиза очень быстро устаревает, нужно все время обучаться чему-то новому. А гендиректору тоже иногда рекомендуется что-то делать руками. Я, например, иногда могу написать статью, либо запустить рекламную кампанию в Фейсбуке или ВКонтакте, или вот сняться для вас видео, хотя я не профессиональный актер. Принцип номер пять. Создавай питательную среду. Что это значит? Это значит, что сотрудникам не обязательно 12 часов в сутки сидеть за рабочим столом. Да, в общем-то, это невозможно. Если человек хочет и может, он может поиграть в настольный теннис или в PlayStation, или сходить на какой-то митап, или сходить даже на концерт, или стендап, или пройти какую-то обучалку. Все внутри офиса, все внутри компании. Мы стараемся так развиваться. Для наших сотрудников мы приглашаем различных спикеров. Наши сотрудники бывают бесплатно на концертах. В том числе, например, в прошлом году мы проводили концерт Чечериной у себя. И могу сказать, что это дало большой всплеск энтузиазма, когда мы начали регулярно привозить к нам различных спикеров, артистов, стендап-комиков. Ну и, собственно говоря, создавать такую среду, которая поможет нашим сотрудникам тащить тот нелегкий груз, который они ежедневно несут. Спасибо им за это. Принцип шесть. Звучит он так. Не мирись с херней, не позволяй другим мириться с ней. Это значит, что в компании должна быть атмосфера нетерпимости к халтуре, к некачественной работе. И невозможно эту атмосферу создать директивами, приказами. Нужно поддерживать неприятие плохой работы, некачественной работы на всех стадиях, подавать пример нетерпения и поощрять других сотрудников, которые также относятся к своей работе и к работе компании целиком. Ну и, наконец, последний, седьмой пункт. Делай, что должно и будь, что будет. Это пункт про то, что не все зависит от нас. Это пункт про то, что многие вещи мы не можем контролировать. Действительно, успешный бизнес — это совокупность многих составляющих. Тут, конечно, есть и лидер, и команда, и бизнес-процессы, и компетенции людей. Но много вещей зависит от рынка, от ситуации на рынке, от макроэкономики, просто от случайности. Поэтому нужно не концентрироваться на трагедиях, провалах, жить дальше и делать все возможное, чтобы бизнес развивался.